В этот вторник биржи ценных бумаг США снова открывается с повышением вслед за ростом доходов на европейских и азиатских рынках. Кроме этого, вчерашние оптимистичные комментарии председателя Федрезерва страны Дженет Йеллен повлияли на американский рынок, толкнув акции вверх. Между тем, из основных экономических данных сегодня пересмотрены данные о продуктивности США, которые свидетельствуют о сижении на 0,6% в первой четверти, в то время как удельные издержки на рабочую силу выросли на 4,5%. Доллар играет на понижение, курс евро и доллара США стабилен, соотношение валют 1,1355 пунктов. Фунт стерлингов по отношению к доллару США на 0,8% выше, курс валют составляет 1,4562 пункта. Пара доллара США и японской иены выросла на 0,01%, текущее значение 107,57 пунктов. В центре внимания пара евро и японская иена. Пара движется по восходящему коридору. Долгосрочные позиции сегодня будут выше линии поддержки на уровне 121,8 пунктов, со значениями 122,85 пунктов и 123,25 пунктов. На рынке драгоценных металлов сохраняются позитивные тенденции. Линия поддержки золота закрепилась на уровне 1,233. Это значение позволено временно стабилизировать стоимость металла. В течение дня долгосрочные позиции будут выше 1,233, со значениями 1,251 и 1,258. Серебро подешевело на 1,14% и составило 16,26 долларов за тройскую унцию. С вами была Евгения Мангуби, специальная для Trading Central Web TV.